Неправильное лечение отита привело к ухудшению слуха. Сложную операцию по восстановлению функции уха провели в Новосибирской областной клинической больнице в прямом эфире. Врачи в режиме реального времени показали отоларингологам из других городов современные методики. Алена Кузина побывала в операционной. Здесь остатки стремени. Мы, так сказать, еще их не расчистили. А вот это вот белое, это все эпидермис. То есть вот это холестеатома, которая пролезла вглубь. На операционном столе семилетний мальчик. Хронический средний отит дал осложнение на ухо. Диагноз – холестеатома. Образование, которое покрывает наружный проход. Юный пациент начал терять слух. Сегодня мы вынуждены делать довольно большую разрушительную часть, потому что этот процесс – это не опухоль ни в коем случае. Просто звучит так холестеатома. Но ведет она себя как опухоль. То есть если мы где-то оставим кусочек эпидермиса, он может опять возродиться и продолжать свой разрешительный процесс. Уже утраты есть, уже наковальня утрачена, там стремя непонятно что. И процесс уходит далеко, так скажем, в глубокие отделы среднего уха. Операция сложная. Каждое действие – ювелирная работа. Врачам важно сохранить анатомическую структуру уха или реконструировать ее. Если бы отит не запустили и лечение проходило на должном уровне, то хирургическое вмешательство не потребовалось. Радикальная операция с тимпанопластикой направлена на ликвидацию воспаления и улучшение слуха. За каждым действием профессора наблюдают его коллеги. Операция проходит в прямом эфире. Мастер-класс для лор-врачей из Барнаула, Кемерово, Уфы и Красноярска – один из этапов межрегиональной научно-практической конференции отоларингологов. Есть какие-то методики, которые когда-то обсуждались, а сейчас вошли в широкую практику. Вот сейчас Сергей Яковлевич для операции на ухе будет использовать метод облитерации части радикальной полости, то, о чем он уже сказал, чтобы не приобрести ту самую социальную стигму, чтобы уход за ухом не причинял большого дискомфорта пациенту. В режиме реального времени поделятся и нюансами проведения операции при хроническом риносинусите, воспаления слизистой оболочки носа и придаточных пазух, а также расскажут про эволюцию протезов среднего уха. Алена Кузина, Родион Токарев, Новости ОТС.